Я поставлю вам в кадр еще одну супер-современную вещь, чтобы как-то компенсировать находящуюся за моей спиной стилизацию под старину. Мы находимся в столице республики Мариэл, это город Йошкар-Ала. В переводе это красный город. Красный в нашем понимании, это кроме цвета еще и красота. Да, красивый город, красивая машина. Кстати, это новая Шкода Октавия. Шкода Октавия А7, называйте ее так, потому что так получается больше сходства с респектабельным собратом по концерну Ауди. Свет, морейская столица, не нужна заграница, новая страница. Открывайте все переноси, дайте мне воды на пиццу, вам такое не приснится. Будем биться с теми, кому зумоется. Йошкар-Ала – второе звено в цепочке. Всего их будет четыре по пути нашего автопробега на новейшей Шкода Октавия. Первым звеном была аврально готовящаяся к универсиаде, ощетинившаяся бесчисленными беспардонными милицейскими кордонами красивая Казань. Потом будет звено Чебоксары – обилие зелени, скучающая молодежь и брутальная бетонная набережная. Последнее, но не слабое звено – остров Град-Свияшск. Мы меняем город за городом и Октавию за Октавией. Разные места, разные комплектации одной и той же машины. Одно остается неизменным – стойкое ощущение, что Октавия теперь больше Фольксваден. Больше. Во всех смыслах. Шкода Октавия 2013 года старается быть в тренде. В тренде сегодня угловатые формы, заостренные как самурайский клинок. Хотя сами парни из Шкоды, они более миролюбивы и говорят все больше про хрусталь, с которым у нас, собственно, и ассоциируется Чехия. Хрусталь вы должны видеть в заостренных гранях, которые идут по всему кузову. И, конечно, в новых фарах. Нижняя ресничка которых светодиодная, как у большинства собратьев. Ну и в первую, конечно, очередь, как у автомобилей Audi. В тренде также становиться больше от поколения к поколению. Шкода Октавия не исключение ни в коей мере. Она стала на 90 мм длиннее, чем предыдущая, на 45 мм шире. Но самый основной показатель, который должен порадовать будущего владельца, это увеличение колесной базы больше, чем на 10 см. Основная прибавка, ее оценят, конечно, пассажиры второго ряда. Дверь по-прежнему огромная, но доступ в салон стал уже более простым, чтобы разместить ваше тело. И для коленей задних пассажиров освободили лишние 70 мм пространства. Ну, как лишние. Они же никогда не бывают лишними в дороге. Смотрите, я сейчас сижу, ну, что называется, сам за собой. И места над головой много. И объем багажника. Он у Октавии был всегда огромный, а сейчас достиг рекордных 590 литров. Это при том, что под полом находится полноразмерное запасное колесо. Шкода Октавия получилась из всех своих со-платформенников самой крупной. Хотя конструктивно все то же самое. Для мощных версий, то есть в случае со Шкодой, это версии двигателей, которых мощнее 150 лошадиных сил. Спереди Макферсон, сзади независимая многорычажная. Для версии слабее, с моторами послабее, спереди тот же самый Макферсон, сзади полузависимая балка. H-образная. Сами Шкодовцы объясняют такой подход тем, что версиям с маломощными двигателями нет необходимости возить с собой более тяжелую и сложную многорычажную подвеску. Ну, и к тому же более дорогую в обслуживании и более дорогую в приобретении конечным пользователям. Каролинские улицы, знакомые лица, каждый к чему-то большему стремится. Мне повезло, в этом городе родиться, мне повезло, с друзьями встретиться. Мы проделали достаточно длинный путь по разнообразным дорогам на автомобиле с мотором 1.8 TSI с мощностью 180 лошадиных сил. То есть это мощный мотор и подвеска спереди была Макферсон, сзади многорычажка. Сегодня мы специально поменяли автомобиль на другой с двигателем 1.4 TSI. Здесь подвеска спереди Макферсон, сзади полузависимая балка. Могу сказать, что по ощущениям разница, конечно, есть, но она проявляет себя только на дорогах с достаточно плохим покрытием. На тесте у нас присутствует всего два мотора объемом 1.4, турбомотор, который выдает 140 лошадиных сил, и объемом 1.8, который способен выдать 180 лошадиных сил. Это мощнее, чем у предыдущей Octavia с аналогичным объемом, но с тем же крутящим моментом 250 ньютон-метров. Паспорт на новой Octavia с мотором 1.8, турбированным мотором, разгоняется до 100 км в час за 7,3 секунды. Показатель, обещающий такие драйверские ощущения. Но, честно говоря, вот субъективно я не почувствовал особого ураганного разгона и какого-то всплеска адреналина. Да, быстро, уверенно, но изюминки какой-то вот все равно не хватает остроты. Гораздо больше мне понравилось, как этот же автомобиль с мотором 1.8, ускоряется со средних скоростей при обгоне. Вот в этом случае он раскрывается во всей красе 250 ньютон-метров крутящего момента. Как раз помогают вам уверенно совершать быстро, очень оперативно любой сложный обгон. Классического автомата в новом поколении Octavia на рынке не предлагается вовсе. На нашем тесте присутствует машина с коробкой передач DSG. Роботизированная преселективная трансмиссия, семиступенчатая. Все инженеры переработали конструкцию дисков, они теперь избавили их от пробуксовки ненужной, в ненужные моменты. Кроме того, переделали, перепрошили мозг этой коробки. В новой Octavia, ко всему прочему, появилась возможность подстраивать автомобиль под себя. То же самое предлагает Audi уже, скажем так, много лет. У Skoda это появилось впервые. То есть вы, зайдя в меню бортового компьютера, можете выбрать несколько предустановленных настроек, в которых автомобиль будет нормален, спортивен, комфортен. В зависимости от выбранного вами режима, будет меняться отклик на положение педали газа, реакции на рулевом колесе. И если автомобиль оборудован роботизированной трансмиссией DSG, то будет еще меняться характер ее работы. Сейчас мы едем на автомобиле с мотором объема 1,4 литра. Турбомотор, выдающий 140 лошадиных сил. Бодро, практически, я бы сказал, что вот с этой механической шестиступенчатой коробкой передач, слегка перекручивая мотор, в отличие от DSG, который заботится о здоровье автомобиля, я добываю из этой машины, ну, похожую по ощущениям динамику. То есть человек, который выбирает мотор 1,4, не будет обделен по динамическим характеристикам, по ощущениям. Но, понятное дело, что самые востребованные, наверное, на нашем рынке, будет версия с мотором 1,2 турбо, выдающим 105 лошадиных сил. Но, к сожалению, такого автомобиля на нашем тесте нет. Специально перед поездкой на этот тест-драйв я взял автомобиль Skoda Octavia с мотором 1,6, автоматом предыдущего поколения, чтобы освежить свои впечатления от управления автомобилем, от работы подвески. Могу точно сказать, что вот это поколение стало, уже вплотную приблизилось к автомобилю Volkswagen, ну, Jetta. Те же практически размеры, даже чуть больше, чем Jetta, новая Octavia. И ведет себя на дороге очень похоже. Автомобиль избавили от некоторых заторможенных реакций на поворот руля, избавили от лишней тряски. То есть он стал легче, понятнее, прозрачнее. И даже с нашей, ну, более простой полузависимой балкой задней подвески. Управлять им приятнее. И ощущение такое, что вы управляете более дорогим автомобилем, чем предыдущая генерация. Хотя по ценам дистрибьютор вроде как обещает, что они останутся на прежнем уровне. Субтитры создавал DimaTorzok